Приветствую вас, уважаемые коллеги трейдеры! На календаре 28 декабря, вторник, мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Совсем чуть-чуть у нас осталось до окончания текущего года, но мы еще поразбираем рынок, еще поторгуем и постараемся поймать то новогоднее ралли, которое уже в самом разгаре. Итак, начнем наш анализ с индекса S&P 500. Вчера индекс показал очень хорошую динамику. Как видим, мы не только выросли, но еще и пробили исторические глобальные максимумы, так что можно сказать, что новогоднее ралли удалось. Что мы будем делать сейчас? Сегодня, естественно, мы будем пытаться присоединиться к этому новогоднему ралли. У нас есть несколько вариантов, как это сделать. Есть несколько коррекционных движений, при формировании которых мы можем судить о том, что настало время выгодных покупок. Итак, давайте прикинем. Значит, у нас есть уровень 47.53 и 47.37. Это уровни внутридневные, конкретно относящиеся к текущему дню. Если мы посмотрим, то, в принципе, увидим, что эти уровни как раз укладываются в зеркальный уровень поддержки и сопротивления, сформированный благодаря ранее отрисованной вершинке. Так что, в принципе, от этих уровней мы покупаем. И ближайшая цель у нас, ну, она практически достигнута. Ближайшая цель 47.90, но есть более дальняя цель, вновь отрисованная благодаря текущей волне восходящего движения. Это у нас цель 48.77.49.09. Это более глобальная, далеко идущая цель. Так что, можно сразу же ориентироваться на нее. То есть, пока что у нас здесь покупки, естественно, в приоритете. Идем дальше. Евро-доллар. Вчерашняя наша идея по внутридневной продаже прекрасно отработала. Как видим, мы получили четкое трехсоставное движение. Прошли вниз, ну, порядка где-то 30 пунктов. Так что, в принципе, внутри дня такое движение поймать это очень даже неплохо. С учетом той волатильности, которую, в принципе, показала пара. Что мы будем делать сегодня? Честно, вот не хочется сегодня ни покупать, ни продавать. Потому что, сами видите, движение все более и более вялое. Амплитуда уменьшается. Прогнозировать движение и какие-то границы цены становятся все труднее и труднее. Можно только какие-то среднесрочные сделки рассмотреть. Но давайте мы с вами все-таки попробуем что-то проанализировать. Итак, вчерашнюю формацию можно, наверное, уже удалить. Здесь ничего такого не будет больше интересного. А вот что касается вчерашнего движения. Ну, опять же, видите, эту структуру мы уже выполнили. Мы уже отрисовали это движение. Поэтому, если мы хотели продать, то, конечно, момент для этого уже упущен. И он был в идеале как раз вчера и сформирован в начале американской торговой сессии. Поэтому сегодня данная пара, на мой взгляд, она не очень хороша для того, чтобы ей торговать. Вы можете попытаться открыть какие-то среднесрочные сделки. Но, опять же, в какую сторону их открывать, вопрос. У нас сейчас тренд только-только сменился. Молодой восходящий тренд. Да, если мы посмотрим на индекс доллара, то увидим, что все-таки у нас очень близко находится линия поддержки индекса. Поэтому очень хочется рассмотреть более приятный потенциал именно на рост американского доллара. А значит, евро-доллар потенциально смотрит вниз. Но это далеко не факт. Мы знаем много примеров того, что индекс доллара пробивал свои границы, пробивал свои уровни. И этот момент может не быть исключением, а может быть исключением. В общем, евро-доллар я бы сегодня пока не трогал. Идем дальше. Фунт доллар. По фунту также у нас находится в работе сделки. Мы рассматривали составное движение либо по одной размерности в восходящем направлении, либо по другой размерности в нисходящем направлении. В любом случае, идея состояла в отработке зоны ликвидности. Сейчас у нас протестирована верхняя зона ликвидности. Сделки находятся в работе. По сути, здесь достаточно неплохая тенденция с точки зрения контртрендового движения. Если даже с текущих позиций заходить, то стоп-лост у нас получится где-то порядка 30 пунктов. Не очень большой. Ближайший тейк до нижней зоны ликвидности 68 пунктов. Но, по сути, его можно продлить чуть подальше до ключевого уровня 1.33302. И это будет уже более 100 пунктов, что примерно 1 к 3 соотношение равняется. Так что, в принципе, эта идея у нас достаточно неплохая и имеет место быть. Поэтому новых сделок мы с текущих позиций пока не открываем. Это не за чем делать. Если у нас сделки по отработке зоны ликвидности находятся в работе, то этого нам более чем достаточно. Ну а если мы будем пробиваться вверх, закрепляться выше уровня 1.34517, тогда мы уже будем рассматривать иной сценарий, именно сценарий продолжения восходящих движений. И боюсь, что в этот раз, если такая ситуация у нас пройдет, то потенциал движения цены нам придется с вами определять по трехсоставному максимальному движению. То есть потенциал будет у нас примерно где-то в районе 1.355 ровно. Вот эта котировка. Давайте ее даже отметим на всякий случай, чтобы нам про нее не забыть. Вот такой сценарий у нас получается по фунту. Далее. Доллар-иена. Доллар-иена мы вчера с вами рассматривали в лонг, причем от диапазона, только после коррекции. Как видим, коррекции здесь не последовало, взвистали мы дальше вверх, поэтому просто наш диапазончик смещается вслед со движением цены. Теперь, правда, уже мы ключевые уровни по Фибоначчи будем перестраивать, исходя из последней волны восходящего движения. Вот с этой волны. Ну, в принципе, это не суть важна. Здесь, наверное, стоит обратить внимание именно на уровень глубокой коррекции, поскольку есть неплохой зеркальный уровень, неотработанный, неоттестированный, и этот уровень глубокой коррекции как раз находится в диапазоне целевого. Так что 114.530 это наша цель по среднесрочным покупкам. Что касается текущей позиции, то сейчас их покупать я бы не рекомендовал, потому что мы уперлись в ключевой уровень 114.903. Это была наша цель по восходящему движению, но сейчас мы эту цель выполнили, и, по сути, можем дать такую же коррекцию, как это было в прошлый раз. Поэтому пока что мы здесь также с текущих позиций ничего не предпринимаем. Ждем коррекции, спокойно заходим по более выгодным ценам, по понятным стоп-лоссам и в понятную сторону. Идем дальше. Доллар-канадец. По доллар-канадцу вчера вроде как сначала пошли в восходящем направлении, но, как видим, произошел у нас переворот. Спустились вниз, даже обновили локальный минимум. Так что теперь всю нашу конструкцию мы вынуждены перестроить. Теперь у нас уже вот эта будет волна B, и вот такая волна A. В общем и целом тенденция не поменялась. Единственное, только теперь у нас для того, чтобы текущую конструкцию сломать, нужно будет уже преодолеть такую более плавно направленную линию сопротивления. Ну а что касается последней волны, то вот как раз ее мы можем на более младшем тайм-прейме рассмотреть на предмет сеченки. Более того, сейчас я уже точно могу сказать, что это волна у нас усеченная. Почему она усеченная? Ну давайте вместе посмотрим. Так у нас красная, она красная. Вот красненький, мы как красный сейчас отметим. Смотрите, вот это у нас волна A. Прехволновки. Вот это волна B. Ну и вот это волна C. Конструкция усеченная. Теперь что мы делаем? Теперь мы строим наклонный трендовый канал. Но как здесь построить наклонный трендовый канал? Поскольку движение такое очень... Ну практически один в один совпадающее с наклонным трендовым каналом, поэтому только таким образом мы можем его построить. Исходя из этой схемы, у нас уже есть формация паттерна 1, 2, 3, для того, чтобы нам купить. Соответственно, делать этого с текущих позиций мы, конечно же, не будем, ну потому что цена уже опустилась вниз. Мы с вами сделаем по-другому. Мы рассмотрим, что вот это у нас волна 1. Сейчас формируется волна 2. Ну а когда, соответственно, произойдет обновление локального максимума, то вот здесь мы с вами и купим. То есть при пробитии котировки 1.27.990. Вот такой у нас будет несложный торговый план по доллар-канадцу. Что касается дальнейших каких-то перспектив, то в этом случае у нас первая цель будет вчерашний локальный максимум 1.28.473. Если мы говорим про нисходящее движение, то давайте посмотрим, докуда у нас здесь может быть усеченная конструкция. 1.27.395. То есть вот этот уровень для нас будет ключевым, можно его даже пометить. Если цена будет проваливаться ниже, то, соответственно, здесь уже никакой усеченной конструкции речи быть не может. И, скорее всего, мы полетим дальше вниз. У нас есть несколько формаций, которые говорят нам о том, что мы можем сходить вниз. Но мы все-таки, находясь в глобальном восходящем тренде, пока еще придерживаемся именно северных настроений. Идем дальше. Доллар-франк. По доллар-франку вчера рассматривали продажу по трехсоставному движению, но, как видим, цена не дотянула. Точки входа мы здесь не получили. Тенденция продолжает быть нисходящей. В этом плане ничего у нас не меняется. Ну, и для того, чтобы нам сегодня с вами продать доллар-франк, продать, потому что именно в нисходящем тренде мы находимся, вот эта шпилька, конечно, меня смущает, которая получена сегодня как раз на открытии рынка. Ну, такая себе. Всю картину, можно сказать, портит. Но давайте тогда ее все-таки будем учитывать. Значит, для того, чтобы нам сегодня продать, нам нужно, чтобы цена поднялась до уровня 0.91947. 0.91947. Это уровень как раз по предыдущей размерности. Вот отсюда мы уже с вами продадим со стоплостом за линией сопротивления. Небольшой стоплост у нас получится. Где-то порядка, может быть, 15 пунктов. Можно консеквативно поставить чуть-чуть побольше, если хотите. Ну, и движение в нисходящем направлении. Кстати, заметьте, что мы этой шпилькой тестировали ключевой уровень. Так, и движение у нас будет в этом случае тогда до котировки 0.91500. Это получается, ну, где-то порядка 400, где-то порядка 45 пунктов. То есть, примерно соотношение 1 к 3. Вот такая несложная идея по доллар-франку на текущий момент. Далее, австралиец доллар. По австралийцу вроде как мы практически вчера подошли к нижней зоне ликвидности, но видим, что не достали и сейчас сорванули наверх. Учитывать или не учитывать вот эту погрешность в несчастные 13 пипсов, честно, не знаю. Здесь можно абсолютно по-разному. Я пытался вчера подстроить сетку Fibonacci таким образом, чтобы понять, если бы мы обрезали какие-то шпильки, оттестировался бы у нас уровень или нет. И в итоге получилось, что не оттестировался. Даже если брать по телу свечи, всё равно у нас уровень бы не оттестировался. Значит, я предполагаю, что всё-таки мы здесь не дошли до нужных целей. Соответственно, основная идея отработки у нас будет от верхней зоны к нижней зоне. Если вы находитесь сейчас не в рынке, то, надеюсь, у вас здесь уже стоят лимитные ордера, и мы просто отработаем это движение. Отсюда уже конкретно так закупимся, потому что тренд у нас начинает формироваться восходяще. Вот, то есть, сегодня продолжаем отрабатывать зоны ликвидности. Что касается Новоделанца, здесь практически та же самая картина, но только здесь очевидно, что мы не дошли до нашей необходимой зоны. Соответственно, сегодня продолжаем держать эти лимитные ордеры и продолжаем ждать достижения необходимых границ. Может быть, мы пойдём уже в восходящем направлении, но если пойдём, тогда здесь даже можно будет открыть по паттерну 1, 2, 3 сделку в восходящем направлении. Здесь получится очень небольшой стоп-лосс, тоже где-то порядка 17 пунктов, и можно отработать движение 1 к 2 внутри дня до верхней зоны ликвидности. Но отсюда уже, не только от зоны ликвидности, но ещё и от границы флэтового диапазона, будем продавать с целью достижения нижней границы. Это по Новоделанцу. Идём дальше. Золото. По золоту рассматривали тенденцию покупок, но, как видим, не получили точки входа, потому что не было достаточной коррекции. Поэтому у нас все уровни перекочевывают чуть-чуть подальше, но поскольку мы сейчас пробиваем локальный максимум, тут даже сложно сказать, где конкретно будут находиться уровни минимальной и глубокой коррекции, поскольку каждый раз они у нас меняются. Поэтому, если вы находитесь по золоту не в рынке, то мы просто ждём коррекцию и на коррекции закупаемся. Но насчёт коррекции, всё-таки уровни находятся достаточно далеко, 120 пунктов, это не хухры-мухры. Так что внутри дня аккуратненько можно попробовать поработать по более мелким размерностям. Те, которые мы получили вчера, вот они, две эти размерности, они поменьше, чем те размерности, которые мы рассматривали ранее, и можно вот такой зоной выделить. Это у нас получается 1805-1807-43. Вот такая зона. То есть, эту границу потихоньку двигаем, по мере того, как у нас пробивается локальный максимум, и от этой зоны покупаем на 3 дня. Идём дальше. Серебро. Серебро также мы рассматривали в покупку. Было у нас два уровня, откуда было непочтительно покупать. Я рекомендовал подождать трёхсоставное движение, но видим, что даже такого движения у нас здесь не было. Поэтому мы фактически здесь находимся вне сделок. Оттестировав целевой диапазон, мы таки выполнили коррекцию. Эта идея у нас отработала. Что делаем сейчас? Удаляем, во-первых, лишнее. То, что нам здесь может помешать в нашем анализе. Да, много настроений, что у меня всяких разных. Так. Что мы делаем сейчас? Но поскольку тренд у нас сейчас объективно восходящий, мы с вами будем продолжать покупать. А то, что теперь у нас есть две размерности. Первая это ту, которую мы рассматривали вчера, а вторая более мелкая. Поэтому по-хорошему, конечно же, при выполнении той или иной размерности мы можем работать в продолжении восходящего движения. Что касается уровней поддержки по Fibonacci. Так. Давайте посмотрим. Уровень поддержки у нас смещается в район 22,703. И более глубокий уровень 22,500. Теперь, что касается целей. У нас есть целевой диапазон 23,57,23,66. Он у нас уже давно существует. Такой объемный уровень проторговок, можно сказать. Он здесь выступает как уровень поддержки и сопротивления, так и уровень локального дисбаланса. Откуда мы порванули вниз, если помните. Поэтому это и будет наша ближайшая цель. То есть, здесь, в принципе, пока велосипед и сопритать не будем. Если хотим рассмотреть цели по Fibonacci, тогда просто натягиваем сетку, но и видим, что... Мы видим, что, в принципе, наш целевой диапазон практически попадает в диапазон, отмеченный горизонтальными уровнями. Так что, можно сказать, что он истинный. Идем дальше. Нефть марки Brent. Формация отработки вложенного дня не сработала, скорее всего. Но не скорее всего, а у вас, по идее, сделки здесь должны были закрыться по стоп-лоссу. Поскольку мы прошили эту зону сразу же и моментально. Где-то порядка 8-9 пунктов поймали стоп-лосс. Так, что делаем сейчас? Ну, несмотря на то, что мы уперлись в ключевой уровень 78.51, сейчас продавать рано. У нас нет никакого подтверждения того, что мы сейчас должны упасть вниз. Здесь можно руководствоваться двумя подходами. Подход номер один. Мы просто ждем, когда сделаем еще одно движение по усеченной конструкции в восходящем направлении до целевого диапазона. Целевой диапазон у нас 7903-7941. А отсюда агрессивно еще раз попробовать продать нефть. Но это достаточно, еще раз повторюсь, агрессивный подход. Что мы можем сделать более консервативно? Более консервативно мы берем нашу трендовую линию, наклонную трендовую линию поддержки, чертим ее вот таким образом. Ну и просто ждем, когда у нас цена пробьет этот наклонный трендовый канал, сделает коррекцию. И по паттерну 1, 2, 3 на повышение волнового уровня мы с вами зайдем в шорт и отработаем нисходящее движение. Это более консервативный подход, который я вам рекомендую. По нефти все. Идем дальше. Доллар-рубль. Болтанка продолжается вокруг нижней границы флэтового диапазона. Ну вроде как что-то мы хотим вырасти. Вроде как какое-то накопление рисуем. Но опять же не факт, что мы пойдем именно в лонг. Может быть нас просто уронят вниз до нижних уровней. Поэтому здесь я пока вам ничего порекомендовать не могу. Сам нахожусь вне рынка по доллар-рублю. Единственное, что мы можем здесь сделать, это при подходе к уровню 73.974 продать с идеей отработки предыдущей размерности. Вот с такой идеей. То есть в этом случае мы уже будем отрабатывать нисходящее движение вот такого плана. Ну и целью будет этот диапазончик 72.70, 72.586. Так, и биткоин. По биткоину рассматривали мы вчера внутри дня покупки по трехсоставному нисходящему движению. Но как видим, полетели раньше. То есть точки входа не получили. Агрессивные продажи у нас были от верхней границы флэтового диапазона. Эта идея отработала. Что делаем сейчас? Поскольку мы пробили пивот прошлой недели, как видим, цена закрепилась ниже, поэтому пока что мы будем рассматривать движение в шорт. Продолжение нисходящего движения. Идея очень простая. Вот от этого локального уровня дисбаланса мы будем с вами продавать. Эта котировка примерно 49.754. Продаем от этой котировки. И целью у нас будет являться уровень 47.845. Ну и еще и при этом у нас будет выполняться нужная размерность. Но уже от этого уровня здесь можно будет попробовать поймать какие-то отскоки. Поймать разворот тренда и так далее. Пока у нас тренд остается восходящим, но будьте внимательны. После таких прошиваний вполне возможно, что у нас будет тут же смена, как это было на евро-долларе. Просто напомню. Нет, не на евро-долларе. Это на другой паре. На какой паре у нас-то было-то? А, на доллар-канадский. По-моему. Нет. Короче, я забыл на... А, стоп. Нет, короче, все. Я забыл на какой паре это было, так что не буду гадать. Суть в чем? Пока у нас такая тенденция, цена ниже диапазона средних значений, мы ждем дальнейшего падения. Если будем закрепляться выше, то тогда будем рассматривать какие-то идеи в лонг. Прелесть состоит в том, что мы не заходим с текущих позиций, поэтому если цена вдруг будет болтаться вверх-вниз, вправо-влево, наискосок, у нас 100500 стоп-лоссов не будет. Поэтому мы в этом плане защищены. На текущий момент у меня все. Надеюсь, видео было вам полезным. Всем желаю хорошего нового года. Хороших выходных, праздников. На канале Амаркетс мы с вами увидимся только в следующем году. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok